Тысячи детей из самых разных уголков страны собрались сегодня на общероссийской ёлке в Кремле. Многие впервые оказались в столице и признаются, что эта поездка стала для них главным подарком к Новому году. Репортаж Павла Краснова. Для него это даже важнее, чем смотр на плацу родного кадетского корпуса, а потому мундир должен выглядеть безукоризненно. 11-летний Олег Филиппов ещё ни разу не был в Москве, а теперь не только увидит столицу, но и побывает на главной новогодней ёлке в стране. Радостно, очень радостно, потому что это первый раз. Ещё такого со мной никогда не случится. Это один раз в жизни такое бывает. На этот праздник ехали со всех уголков России, от Владивостока до Калининграда. То-то несколько часов, а то и несколько дней. Всё для того, чтобы в сердце Москвы закружиться в этом хороводе новогодних фантазий. Это весело очень, красочная обстановка, классная. Пусть это и не маскарад, но произвести впечатление на гостей старались все. Кто-то, как Олег, парадной формой, кто-то национальными костюмами. Мы из Ямальского округа. Да. Это не Невский Агнамин такой у нас. Приехав шоу в Кремль Дмитрия Медведева, тоже встречали ребята в национальных костюмах. Школьники из Камчатки рассказали первому вице-премьеру, что у них дома сейчас настоящая зима, минус 32. А в Москве как? Тепло? Почти лето. 0 градусов. И снега нет. Видите? Вообще на Новый год хорошо, когда снег есть. Зато такая погода располагает к прогулкам. Дмитрий Медведев спросил ребят, что они успели увидеть в столице. Где гуляли? На Кремле. Уголок дедушки. Уголок дедушки. Уголок. И всё. Панарабу. И витрину. Так. А по Кремлю погуляли? Кремлёвский дворец. Ещё нет. Ну, наверное, сегодня погуляется. Первую короткую экскурсию Дмитрий Медведев провёл сам, рассказав, что обычно в государственном Кремлёвском дворце проходят серьёзные мероприятия, но раз в году его отдают детям, что он сам мечтал в детстве побывать на Кремлёвской ёлке. Я очень хотел сюда попасть, на ёлку, тогда это называлось Кремлёвский дворец съездов, но меня не пригласили. Единственное, что мне в конце концов досталось, это подарок из Кремлёвского дворца съездов, который из Москвы в Ленинград, а я тогда жил в Ленинграде, сейчас в городе Санкт-Петербурге, привёз мой папа. И могу вам сказать откровенно, это были самые вкусные конфеты в моей жизни. В ожидании своих подарков школьники расселись в зале, чтобы увидеть представление по мотивам любимых сказок, чарующие историю, носящие в мир новогоднего волшебства. А позже у многих ребят сбылась ещё одна мечта – на Красной площади покататься на коньках в компании со звёздами. Я с ними пофотографировался, взял у них автограф и поговорил с ними. Они меня научили маленько кататься. Это действительно большое счастье для ребят. Они взяли уроки мастерства, ну и само ощущение – кататься на Красной площади. Ну, наверное, тут действительно один из незабываемых дней. Этот день подходит к концу, но новогодняя сказка для этих ребят не закончится, пока продолжается праздник. А праздничного настроения им хватит надолго, учитывая, сколько раз для них сегодня звучали слова «С Новым годом». Павел Краснов, Алевтина Бонадыкова и Юлия Погорелова. Первый год.